Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. В прошлую нашу передачу мы начали очень интересный разговор с очень интересным человеком, доктором физико-математических наук, профессором Самарского государственного технического университета, членом Американского клуба математиков Геннадием Анатольевичем Калябином. Вот сегодня я предлагаю продолжить с ним наш разговор и тему, может быть, сегодняшней передачи мы обозначим таким образом. Наука и религия – вопросы верующих к ученым, потому что на самом деле не только ученые адресуют кое-какие вопросы к Библии, к церкви, к ее учению, но иногда и у верующих в том числе возникают определенные недоуменные вопросы к ученым, к людям, которые занимаются наукой. И, ну, понятное дело, что в 25 минут передачи мы вряд ли сможем уместить все эти вопросы. Начнем, наверное, с фундаментальных и с главных, те вещи, которые до сих пор презентуются в современных школах, в университетах. Поговорим о научной картине мира, то есть о той картине мира, которую наука создала, и, главным образом, о космогонии. И еще более уточним, да, о известной теории Дарвина, которая не дает многим покоя. Многие пытаются решить вопрос все-таки, как произошла жизнь на этой планете, вот, как она началась. Напомните, пожалуйста, сущность теории Дарвина нашим телезрителям, чтобы нам было от чего оттолкнуться. Дарвин, значит, он, собственно говоря, продолжил, он не есть первый, значит, кто заговорил об эволюции, то есть о некотором улучшении, так сказать, природы, о некотором ее самоусовершенствовании. Значит, изменения, самоизменения, самоулучшения. Впервые такие взгляды в геологии высказывал тоже англичанин, значит, Чарльз Лоэль. Вот это вот, вот эти вещи вот о том, что вот океаны наступали, отступали, значит, горы поднимались, опускались, медленно. То есть равномерный процесс, так сказать, геологический происходил. Долгий, очень долгий. Тогда уже появились периоды, там, миллионы лет. Это где-то в первой части 19 века. Вот под влиянием этих книг, и потом, значит, Чарльз Дарвин ездил, 6 лет ездил на корабле, кругов светлые путешествия на корабле «Бигль». Много наблюдал всяких животных, как натуралистов, значит, животных, там, птиц, там, черепах. Ну, много разных. И он, значит, после возвращения оттуда, через не совсем сразу, именно под влиянием Клик Лоэля, стал, написал свою книгу «Происхождение видов». Значит, ему показалось, ему показалось, Дарвину, значит, что, Дарвину показалось, что... Да, Дарвин очень популярен, конечно, во всем мире. Недавно очень сильно отмечалось его двухсотлетие, потом 150-летие его книги во всемирном масштабе. Вот. Он даже изображен на английских деньгах, 10 фунтов, там, Дарвин, Чарльз Дарвин. Значит, и вот он в 59-м году вот написал эту книгу о происхождении видов путем естественного отбора. То есть, он до этого, он был верующим. Верующим под влиянием матери, ходил в церковь, хотел быть священником, каким-то церковным служителем. Но вот потом вот он ушел в другую сторону, вот написал такую книгу, долго... Значит, там он отмечает в самой этой первых изданиях, что основные, ну, 5-10, скажем, исходных форм были сразу сотворены Всевышним. Ну, а потом они, вот, противом эволюции, естественного отбора, они, значит, вот преобразовались в такое вот разнообразие, которое сейчас наблюдается. Вот. Это он утверждал. Значит, потом он стал говорить в другой книге «Происхождение человека», где-то через 15 лет, значит, стал утверждать, что и люди, и человекообразные обезьяны имели в прошлом какого-то общего предка, которого он хотел искать. В общем, призывал всех. То есть, в то время его не было никаких признаков этого предка. Ну, вот сейчас вот накопали разных пятикантропов, там, других. О всех этих ископаемых предках, и Люси, или какие-то еще человеки, там, родные есть названия, умелые, там, прямоходящие. Вот. Все они являются либо просто людьми, ну, скажем, неандерталисты – это человек, а другие просто являются обезьянами. Например, пятикантроп, от которого в 1910 году выставляли в музее, значит, собрав всего несколько, какой-то один ящик костей, малюзеньких совсем, собранных в разных местах причем, в Индонезии, значит, создали скульптуру, и вот все ходили смотреть на эту скульптуру, созданную по костям. В 1910 году. Ну, потом сам этот человек сказал, что эти кости он собрал в разных местах. Там соединены кости человеческие, обезьяни и так далее. Там много фальсификаций есть вот в этих. То есть предков человека, вот если вы слышите, что вот есть, нашли еще одного предка, не надо верить. Вот, скажем, фрагменты Люси вот этой были найдены на глубинах до 200 метров друг от друга. Непонятно, как это вообще может быть. Вот. Ну, и когда он это свое учение Дарвина стал распространять и, так сказать, выдвигать больше, его поддержали либеральные журналисты, сразу же поддержали, просто назвали его гением, прямо говоря, это гений, все. И многим ученым стало хорошо, что можно не верить в Бога, можно не верить в все. То есть наука позволяет именно, освобождает от веры в Бога. Вот в этот момент произошло как раз это дело. Вот. Но у него появилось ударное заболевание. Непонятно. Он, значит, не мог видеть свет. Днем сидел с закрытыми ставнями полностью в темноте. Вечером иногда поздно так гулял немножко около дома. Вот. Вот. И все дальше отходил от церкви. Все дальше. Сначала молился, конечно, потом все хуже. А вот говорят, что он принес покаяние. Вот. Это я не могу. Это исторический вопрос. Я не могу сказать. Но то, что он именно хулил церковь, это несомненно. Как он кончил свою жизнь, это вообще для каждого человека самый важный вопрос. Мы не знаем. Вот. Я не могу сказать вам. Ну вот у меня вопрос к вам, как к верующему ученому. То есть вы совмещаете в себе. Ну, таких много, на самом деле. Я с многими знаком, конечно. И с математиками, и с физиками. И президент Академии наук у нас верующий, Фортов. Я с ним учился. Он даже очень просто объясняет. Фортов. Владимир Фортов, он очень просто объясняет, почему мир един. Почему мы видим разные его стороны. Но они как бы образуют некое единство. Очень просто. Единый создатель, естественно, создал единый мир. И поэтому мы, как тоже созданные, можем воспринимать этот мир. Вот в связи с этим у меня вопрос к верующему ученому. Все-таки главный изъян теории эволюции. Изъян один. Нет фактов. Это фантастические предположения. Ну, гипотезы можно назвать. Никаких. Лучше так сказать. Есть два понятия эволюции. Двоякое толкование имеет. То есть микроэволюции. То есть адаптное приспособление к окружающей среде. Это факт. То есть те, кто не приспособлены, они вымирают. Остаются только те, кто приспособлены. Это микроэволюции. Но он почему приспособлен? Он был уже приспособлен. Поэтому он остался жив. А второе макроэволюция. Появление новых признаков, которых раньше не было. Появление новых признаков. Это макроэволюция. Ее никто никогда не наблюдал. Хотя вот делают мутации всевозможные. Причем вот если сделать мутации с бактериями или с какими-то мухами, то это очень быстро можно производить. Там тысячи поколений можно за год провести. И никаких мутаций, никаких новых признаков не появилось. Многие, правда, виды исчезли. Исчезают просто. Их нет уже. Были, но нет. Были страусы шестиметровые и другие животные. Стеллерова корова. Хорошее морское животное. Очень нужно, полезное. Его выбили полностью. То есть, ну и вот это вот. Но появление новых каких-то полезных признаков, именно улучшающих жизненность, такого не наблюдалось. И это еще в условиях, когда искусственно выводят породы, а в природе-то как-то. Вот если мы возьмем, пустим каких-то собак разных пород, они скрестятся. Получается просто обычная собака дворовая, дворняжка. И в ней окажутся все породы собак. Они просто могут быть так это разделены. Так что, то есть, микроэволюция признается, и она, и все здесь ясно. А макроэволюция – это гипотетические какие-то рассуждения. Один вот так считает, другой так считает. Самих этих эволюций, этих разных видов эволюций, штук десять. Вот даже в музее Дарвина, есть такой большущий музей Дарвина, специальное здание большое, остановка называется в Москве, Дарвиновский музей. Там экспозиция, там вот Николай Николаевич Дроздов проводил оттуда часто передачи. Там очень интересные экспонаты. Но сами эти экспонаты, ну, совершенно не показывают какого-то вот этих переходных форм. Понимаете? Ничего нету. Наоборот, по этим экспонатам, я даже помню, у меня, значит, тогда он был игуменом, Тихон Шевкунов послал с семинаристами, с Сретенской семинарии в Москве, туда на экскурсию, чтобы провести экскурсию. Посмотри, что там есть. Я помню, пришел, даже получил удостоверение экскурсовода. И пришли с монахами, значит, я посмотрел, и это должен, там что-то есть, какие-то, ну, действительно что-то такое доказательное. Нет, наоборот, по этим экспонатам прекрасно можно говорить против эволюции, наоборот, о создании, так сказать, о создателе, о его премудрости, разнообразии всяких. Просто необыкновенная форма живых организмов, даже каких-то органов, там, у птиц, там. Ну, удивительно. Например, у орла глаз двойной. Вот он глаз, он же летит высоко, орел, для того, чтобы смотреть на Землю, у него есть одна сетчатка, там изображение от далеких объектов, там какие-то жертвы, там зайчики бегают, он их видит с километра. А когда уже он его хватает, он уже должен быть, он переключается на другой глаз. Вот, в одном глазе два, в каждом глазе по два глаза. Ближний и дальний, так сказать, как бы меняет очки, так сказать, внутри себя. Вот, ну, и это только одно, вот, можно буквально взять любую, там, какую-нибудь рыбу, рыбу-удильщик, у нее такая есть, как бы, из головы, как косточка в виде удочки, и она держит его во рту. Там такой червячок свеется, рыбки заплывают к этому червячку схватить, а в это время они уже в пасте находятся. Она закрывает рот, все. У нее тоже еще очень интересная такая особенность. Диковинные, диковинные, значит, уже животный мир, а растения не менее диковинные. И вот, когда они мальками, еще эта рыба является в маленьком возрасте, значит, самец вцепляется в самку, маленький еще, совсем маленький, и питается ее соками. Не растет. И только оплодотворяет в нужные моменты, по ее, такая, сигналу, он делает свои, значит, дела. Он вообще не имеет органов чувств, ничего не имеет. Ну, как в виде маленького придатка стоит в нужном месте, прицепился, и все. И с точки зрения эволюции, теории эволюции. Ну, это вообще, как это вообще даже придумано, даже как-то странно вообще, такой способ действий. Ну, и много таких необычных, конечно, и способов поведения животных, растений, значит. А вот растения и такое благотворное действие оказывают. Очищают воздух. Каждый год больше 40 миллионов кубических километров кислорода дают. Если растения, представьте, мы отключим, на полгода кислорода хотят. Все еще. Мне бы вот все-таки, Геннадий Анатольевич, хотелось вернуться еще к человеку. Вот относительно недавно я тоже читал, ну, что-то связанное с таким общенаучным какими-то такими изысканиями, как научный труд. Вот. И интересную мысль я почерпнул, увидел, и этот вопрос меня как раз взволновал. Хотелось бы его вам адресовать. Звучало так, что сложность для ученых, главное для ученых, особенно для эволюционистов, да, для приверженцев теории эволюции, это вписать в научную картину человека именно как личность. Да, то есть личность неухватываема объективными методами познания. Вот так ли это? И если это так, то это же самое главное указание на то, что наука в том числе нуждается в вере. Ну, так сейчас все больше ученых. Сейчас стало опять, можно сказать, такое противостояние ослабевать. Значит, действительно, значит, человек, он имеет, внесет в себе образ Божий. И поэтому не поддается научному изучению. Значит, он как бы самодостаточный человек, он сам как бы, он напрямую может соединяться с божеством внутри себя. Вот, он как бы может чувствовать другой мир. Ведь помимо того мира, о котором говорят атеисты, то есть, видимо, есть еще невидимый мир ангелов, духов, других каких-то сил бесплотных, правильно? Мы их просто не видим, но в обычном состоянии. Но они есть. Атеисты их, конечно, отбрасывают, отрицают. Ну, это, так сказать... Поэтому он действительно не может, не может в себе, никак не может быть изучаться. Вот есть наука психологии, должны изучать их. Она изучает их, ну, как все равно, как психологию животных. Или как способы обмануть человека, вот там. Как еще, какие качества там есть человека. Ну, упадшего уже человека. Значит, понятно, что при грехопадении первых людей произошло деградация, можно сказать, катастрофическое разрушение природы, порядка божественного. То есть, мы сейчас живем в таком мире резко искаженно. Ну, поэтому так все. Но даже психология объясняет интересным способом наличие сознания в человеке, что это не более, чем какие-то вот, ну, там, скажем... Процессы в мозгу. Процессы в мозгу, да. То есть, это какие-то там заряды электрические. Ну, некое такое сознание в таком смысле есть у животных. Есть у животных, конечно, даже некий разум, поведение многих животных весьма сложное и, так сказать, выглядит разумно. Но у животных нет самосознания. Вот эта особенность, как раз божественная особенность наличия, осознания самого себя. Совесть, так сказать. Вот это есть только у человека. Поэтому никак невозможно. У нас не так много времени осталось, Геннадий Анатольевич. Я бы хотел, чтобы в том числе вы немножко познакомили наших телезрителей уже с последними, может быть, научными изысканиями, которые, собственно говоря, то есть наука внутри себя в том числе разделилась. То есть теорию эволюции тоже уже преодолеваются новейшими научными открытиями. Вот относительно недавно была открыта так называемая программа генома человека. Вот что-нибудь о ней, так, чтобы нашим телезрителям было понятно, и каким образом она вступает в противоречие с теорией эволюции. Да, значит, ну, программа генома, она, конечно, возникла, развелась недавно, но возникла давно. Ее основательным является монах, он жил в Чехии, Грегор Мендель, примерно во времена Дарвина. Он жил. Он делал опыты с горохом, генетические законы выводил. Дарвин никогда не читал этих самых научных трудов Менделя о горохе, о свойствах наследования, о законах наследования. Иначе бы он сразу увидел, что эти законы, проверенные фактически, экспериментально, много лет, значит, они полностью опровергают его представление о, так сказать, улучшении признаков. Наоборот, все организмы стараются сохранить, упорно сохраняют свой признак, свои признаки, которые у них были. Очень, так сказать, устойчивый. Они никак не живые объекты, которые могут там чуть-чуть. Это четкие такие конструкции, это конструкции, это некие алгоритмы. Скорее, живой организм, вот его деятельность, жизнедеятельность похожа на разворачивание какой-то программы компьютера, которая в нем записана. Вот эта программа, это и есть геном. Ну, конечно, само понятие генома и вот эти понятия у Менделя были в таком, в 18-19 веке, в таком зачаточном виде. Потом все это подтвердилось на животных, на овцах, на разных других. Это является основой селекции, на самом деле. А в чем ее суть? Суть про геном. Это значит, скажем, если взять ДНК человека, она имеет длину 2 метра. Вот одна ниточка. Ну, так ширина, может быть, 3 нанометра. Очень маленькая. Длинная нить. Но она свернута в такой клубок. Клубок, значит. И на ее поверхности имеется как бы программа создания организма. Сколько есть клеток, ну, скажем, в человеке около триллиона клеток, они все имеют одинаковую программу. Но в одной клетке эта ДНК, значит, молекула, она как клубок выглядит. Она еще как бы, одни части находятся внутри, другие снаружи, она как бы имеет разный вид, форму разную. Значит, и в одной части это будет глаз, в другом ухо, желудок, все, кожа, все одно и то же. То есть в ДНК записано сразу все, но реализуется только то, что находится на поверхности. То есть сама жизнь напоминает какую-то музыку, ноты, а там вот какая-то музыка играет. Это нечто очень загадочное, это все удивляются. Хотя вот открыватели ДНК, новельские гуряты, Уотсон и Крик по неизвестным причинам говорят, что все-таки, значит, не надо усматривать здесь божественное сотворение. Замысел, разумный замысел. Не надо, не надо. То есть мы не должны его усматривать. Вот нежелательно. Хотя почему нежелательно? Как раз наоборот очень желательно. Вот такое вот мнение есть сейчас. Геннадий Анатольевич, наша передача, к сожалению, опять вновь подходит к концу. Мы многого не успели обсудить. Да, тут вопросов очень много. Хотел бы в том числе, конечно, и поинтересоваться у вас, как наука себе объясняет наличие миллиардов-миллиардов лет, хотя при этом другие ученые, ученые из других научных областей говорят о том, что наша планета достаточно, она достаточно юна, у нее достаточно маленький возраст. Вот. Ну, к сожалению, мы вот на сегодня заканчиваем. Может, Бог даст, мы встретимся с вами в следующей передаче. Эти вопросы в том числе поднимем и рассмотрим. На сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, главный во всей сложности сегодняшней беседы, главный посыл был вами, дорогие телезрители, усмотрен, потому что самое главное, для чего мы сегодня всю эту беседу затеяли, это в том, что для того, чтобы суметь увидеть в том числе вот божественный замысел притворения всей нашей жизни. Грубоматериалистический подход здесь не работает. Очень многое, что даже с точки зрения теории эволюции объяснить невозможно. Наличие чувств, эмоций, настолько непохожих друг у друга, как они работают, как формируется личность и так далее. Очень многие вещи остаются для ученых загадкой. И там, где таится некая загадка, ученый начинает верить. Храни всех вас Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok